У нас был очень веселый доклад о радиации. Я хочу поговорить о очень грустных вещах, которые меня очень тревожат. Люди умирают. Все сталкивались с этим феноменом. У многих умирали знакомые и близкие люди. Это карта смертности с распределением по земле. Россия и Украина занимают 16-е и 18-е место на планете по уровню смертности. Мы с вами даже не в Африке живем. И есть много людей на планете, которые существуют для того, чтобы что-то делать с этим феноменом. Есть пожарные, они спасают людей от пожаров. Милиция спасает людей от убийств и нападений. Минюцина помогает тем, кто заболел. Но от чего в основном умирают люди? Это скриншот с сайта Всемирной Организации Здоровья и 10 ведущих причин смертности в мире. На первых двух местах две самых распространенных болезни сердечно-сосудистой системы. Это инсульт и ишемическая болезнь сердца. Третье место занимает хроническая обструктивная болезнь легких, которая вызывается курением. И пятое место занимает рах легких, которых в 90% случаев тоже вызывается курением. Между ними другие вирусные респираторные заболевания. Такие как туберкулез. И дальше мы видим диабет и диарею, которые заболевания, связанные с питанием ВИЧ-СПИД, дорожно-транспортные происшествия и гипертония. Не считая болезней, вызванных употреблением табака, туберкулеза, СПИДа и ДТП, все остальные болезни напрямую ассоциируются с неправильным питанием и усугубляются употреблением алкоголя и сигарет. Первые две причины смертности, если вы их сложите вместе, это болезни сердечно-сосудистой системы, которые напрямую вызываются излишним весом и ожирением. Первые две причины смертности больше всех остальных вместе взятых. Но кроме этого у нас еще есть диабет, диарея и гипертония, которые также связаны с неправильным питанием. Заметьте, смертность от убийства, прочих других вирусных заболеваний, падений самолетов, всего того, чего мы боимся, даже не входит в этот топ. Некоторые причины можно предотвратить, допустим, автоматические машины у Гугла через одно-два десятилетия, предотвратят тот факт, что люди управляют машинами. Людям можно будет управлять машинами только на специальных спортивных стадионах для этого. И те люди, которые сейчас умирают от ДТП, 1-3 миллиона в год, тоже будут умирать от инсульта и шимичной болезни сердца. Статистически большая часть людей в зале, большая часть людей, которых вы знаете, умрут от болезней, напрямую связанных с питанием. Я предлагаю вам не умирать. Средняя продолжительность жизни – это важная цифра, которая является средней продолжительностью жизни умерших. Современная медицина существенно лучше, чем 50 лет назад, когда рождались те люди, которые сейчас составляют среднюю продолжительность жизни. И, изменив свой рацион, мы сможем прожить как минимум в полтора раза больше. На этом выгоды не заканчиваются. Допустим, изменив свой рацион, мы проживем 90 лет. Современные исследования про дление жизни идут в таком темпе, что примерно за каждые 10 лет исследований мы продвигаемся на год средней продолжительности жизни. То есть за 10 лет работы исследователей средняя продолжительность жизни людей увеличивается на год. Таким образом, за 90 лет нашей жизни эти исследования подарят нам еще 9 лет жизни. За еще эти 9 лет жизни мы получим еще год жизни. Мы прожили 100. То есть, прожив 90, мы почти автоматически живем 100. Хорошие новости на этом не заканчиваются. Эти исследования не просто идут, они идут, как все современные исследования, с ускорением. Есть немалая надежда на то, что когда-то наступит день, когда за 5 лет исследований мы продлим среднюю продолжительность жизни на год. Потом за 2 года исследований мы продлим среднюю продолжительность жизни на год. Потом за год исследований мы продлим среднюю продолжительность жизни на год. Люди не станут бессмертными, люди просто перестанут умирать. Понимаете разницу? Я предлагаю не умирать. Нашей жизнью управляем мы, чем дольше мы будем сохранять свое село здоровыми, тем больше замечательных вещей мы увидим, тем более интересным и прекрасным будет мир. Вспомните, совсем недавно не было интернета. Я помню время без интернета. Я знаю людей, которые не знают, что раньше не было интернета. Я знаю людей, которые знают это, но не совсем понимают, чем люди занимались. Все будет сильно меняться, все будет круче и круче, до этого нужно дожить. Здоровое питание влияет не только на среднюю продолжительность жизни, но и на само качество жизни. То, насколько вы бодры, то, как вы хорошо себя чувствуете, как вы сопротивляетесь болезням, здоровье вашей кожи, ваш сон, все это напрямую зависит от вашего питания. Чтобы прояснить корень проблемы, давайте перенесемся на 100 тысяч лет назад. Средний палеолит, давайте улыбаться, я вас так всех напугал. Средний палеолит, тепленько. Мы живем в пещерках, промышляем охотой, кушаем ягоды. Недалеко от нас есть море, и у нас есть примитивные снасти, мы умеем добывать что-то из этого моря. Нам неизвестно земледелие. Земледелие не будет известно нам еще 90 тысяч лет. Так же, как оно не было известно последние много миллионов лет нашим предкам. Наш язык сообщает нам очень ценную информацию про еду, которую мы едим. Горькая еда ядовита. Когда мы пробуем острую еду, наш язык говорит нам, что это еда ядовита в сколь-либо большом количестве. С ваткими бывают только спелые фрукты в разгар сезона, которые свежие, налитые, и ничего больше. Вкус жирного тоже очень важен, потому что в то время как углеводы или белки дают 4 калории на грамм, жиры дают 9. И тот охотник, который ел мамонта с более жирного края, успел съесть больше жирной мамонтятины за единицу времени, получил больше калорий, вырос лучше. Это очень важно. Заметьте, что мамонты встречаются нам не часто. Это большой праздник для всего времени. Нужно есть на скорости, понимать, с какого края надо есть. Если вдруг вас перенесет на 100 тысяч лет назад, помните, мамонтятина, жирный край. Особняком от всего этого стоит вкус соленого. Вы в лесу, представьте. Попробуйте найти хоть что-то соленое вокруг себя. Вкус соленого практически исключительно содержится в рыбе и морепродуктах. И совсем незначительное количество соли содержится в мясе животных. То есть соль необходима человеческому организму. Мы используем соль для того, чтобы удерживать жидкость внутри ткани. Каждому человеку нужно около 5 грамм соли, не больше. И в древности это было проблемой. И те народы, которые были депривированы от рыбы, имели народные большие тянущиеся заболевания. И рыба это очень важно, морепродукты важны, источник соленого важен. Итого, сезонные фрукты, мясо дичи, рыба. В таких условиях развивался наш орган вкуса, язык. Что мы имеем сейчас? Вкус еды сейчас не имеет ничего общего с той пользой, которую она нам приносит. Добавленный сахар все что угодно сделает сладким. Наш мозг, очень умный мозг, не успел перестроиться за последние полторы сотни лет, бесконечного разнообразия сахара везде. И воспринимает вкус сладкого, как безопасный и полезный источник витаминов и углеводов. Яблоко состоит на 97% из воды. На 9% оно состоит из сахара. Остается еще 4%, на 87% прошу прощения. Остается еще 4%, которые заняты полезными витаминами и микроминералами. Сахар на 100% состоит из сахара. У меня нет больше ничего. Выжатые из специально селекционированных растений жиры, или что еще хуже, транжиры, такие как маргарин, все что угодно делают жирным и калорийным. И когда мы едим это, мы понимаем, что мы едим мамонта с более жирного края, мы сейчас победители. Но более жирный край мамонта содержит много еще чего, кроме калорий самих по себе. Добавленные в пищу жиры содержат меньше питательных веществ и делают саму пищу более калорийной, более жирной. И самое главное, у нас уже нету проблемы с тем, что мамонты бывают редко. Еды в современном мире достаточно. Большая часть людей ест больше калорий, чем необходима для жизни. Нам не нужно спешить как можно быстрее съесть больше жирного. Что же соль? Пачка поваренной соли стоит сейчас как литровая бутылка воды. Но таких бутылок нам в день нужно 2, таких пачек нам в год нужна одна. Теперь учтите, что соль уже входит в состав большей части продуктов, которые мы едим. Потому что соль это дешевая пищевая добавка, соль это удобный консервант. Мы едим очень много соленых продуктов, которые не бывают несолеными. И мы употребляем, сами того не желая, по пачке соли в месяц в виде колбас, пицц, соусов, консервированных продуктов и так далее, так далее, так далее. Это больше, чем нам нужно. Многочисленные исследования показывают, что современный паттерн употребления соли приводит к болезни сердца, сердечно-сосудистым заболеваниям, болезни почек и раку желудка. Винцом всего этого технического прогресса стала выпечка. В выпечке жиры, сахар, маргарин и соль встречаются. Больше никого с собой не берут. Мы берем сахар, маргарин, соль. И объединяются для создания одновременно очень-очень вкусной еды. Очень калорийные, не содержащие никаких полезных веществ для нас. Мало того, что поедание этой еды само по себе вредно. Тут, казалось бы, все просто. Поедание этой еды мешает нам есть полезную еду. Вы все знаете, что даже когда ты не голоден, можно съесть еще пару печенюшек и вот ту вот сладкую конфетку. Ладно, съем еще кусочек вот этого. Никто не будет в здравом уме не голодно есть вареные на пару брокколи. То есть, поедание вредной еды, мало того, что само вредит, оно мешает нам есть полезную еду. Оно сбивает наши рецепторы вкуса. Оно прививает нам привычку к более соленой, более сладкой еде, после чего обычная еда нам не кажется такой вкусной. Я хочу, чтобы вы повторяли как мантру. Чтобы сдать здоровье, нужно не просто есть больше полезных продуктов, но и меньше вредных продуктов. То есть, если какая-то еда вредит вам, откажитесь от нее, даже если любите. Если какая-то еда полезна вам, ешьте ее, даже если она вам кажется и не нравится. Любовь – это дело наживное, а здоровье одноразовое. Мы все тут взрослые люди, мы можем постоять за себя в бою против маргаринового печенья. Завтра, в пятницу, 28 августа, я хочу рассказать немножко больше о еде, пищеварении и том, что происходит внутри нашего организма. Сначала мы бегово рассмотрим, чем люди переваривают еду, потом мы подольше остановимся на гормональной системе человека. Это нам нужно для того, чтобы понять, почему толстые люди становятся еще более толстыми, почему им сложно похудеть, когда они садятся на диету и так далее. Потом мы обсудим, из чего, собственно, состоит еда, из чего состоят разные продукты, как эти вещества взаимодействуют друг с другом. И дальше мы будем говорить, собственно, про еду. Мы будем долго обсуждать самые разные продукты. Отдельно мы поговорим про вегетарианство. Отдельно мы поговорим про биологически активные добавки, всякие витамины в таблетках. Отдельно мы поговорим про питание для людей, которые занимаются спортом. И отдельно мы обсудим генномодифицированные продукты. Как видите, никакого монтикического рецепта тут нет. Нужно просто узнать все о еде, о вашем организме, о взаимодействии этих двух вещей для того, чтобы стать здоровее. Это займет два часа. Это плохие новости. Хорошие новости в том, что, прослушав все это, вы сможете прожить на 30 лет дольше. И я надеюсь, что эти два часа окупятся таким образом. Морфологическая свобода – это концепция, согласно которой все люди имеют право произваться своим телом так, как хотят. В частности, она подразумевает право на самоубийство. Современная диета убила больше людей, чем что-либо, когда-либо. Все войны прошлого, все эпидемии убили меньше людей, чем современная диета сейчас. У вас есть родители, у вас есть друзья, у вас есть вы. Закройте глаза. Представьте всех своих самых любимых людей. Вы можете изменить их жизнь, вы можете изменить свою жизнь. Все мы можем прожить дольше. Это не очень сложно. Все, что для этого нужно – знания. Рассказывайте друзьям про вредные продукты, про полезные продукты, про разные продукты. Распространяйте это все. Через несколько дней после лекции будет видео с лекцией. Вы сможете показать его друзьям. Правильное питание может продлить нашу жизнь на десятки лет. Это доказанный наукой факт. И теперь наша с вами цель – это донести свою мысль до всех тех людей, чью жизнь мы хотим продлить. Спасибо вам. Я не ученый, я проповедник. Я это не отрицаю. Можно авансом спросить ваше отношение к генно-модифицированным продуктам? Я разделяю позицию современных ученых. И позиция такова, что множественные эксперименты показали, что генно-модифицированные продукты не опаснее, чем продукты, полученные классической селекцией. И это выходит как с теоретических выводов. Ну, то есть любой ученый, генетик говорит это. Для него это очевидно. Для нас с вами нет, для меня нет. И это же следует из статистических экспериментов. Сейчас на планете уже много и давно используется много генно-модифицированных продуктов. В некоторых странах более простые механизмы внедрения их, в некоторых более сложные. Допустим, Украина в 2009 году стала единственной на планете страной, которая обязала всех производителей лепить этикетки без ГМО. Слово лепить и многое, на которое написано без ГМО. В 2012-м все спохватились, поняли, что же мы творим. Теперь можно не обязательно лепить эту картинку. Но я считаю, что отношение к ГМО должно перестать диктоваться политическими интересами стран-производителей еды. Их можно понять, им невыгодны ГМО-продукты. У них есть уже свой налаженный рынок производства продуктов. И должно диктоваться интересами людей. ГМО-продукты могут быть безопаснее и здоровее текущих продуктов. У нас есть аллергенные продукты и незначительные их изменения. Когда я говорю незначительное, что это имеется в виду? Мы редактируем один конкретный ген из тысяч. Это минимальное незначительное измерение. Это полезнее, чем селекция. Потому что селекция сама по себе приводит к сближению рецессивных признаков и к вымиранию вида как такового. Так вот, это незначительное измерение может сделать продукт лучше. Текущие геномодифицированные продукты, которые сейчас серийно используются, почти все были выведены для того, чтобы быть неуязвимым к какому-то вредителю. И после этого их не обязательно обрабатывать гербицидами от этого вредителя. То есть мы сейчас практически не используем продуктов, которые более полезны или что-либо. Те, которые сейчас используются на практике, просто неуязвимы к какому-то вредителю, теперь на них можно лить меньше гербицидов. Мне кажется, это уже неплохо. Вот вкратце мое отношение к ГМО. Давай. У меня вот вопрос больше, скорее всего, по той картинке, по карте. Карта смертности и все дела. Мы можем вернуть карту, кстати. Цветами обозначено количество умерших на тысячу человек, да, грубо говоря? Ну да, насколько понятно, там из легенды, собственно. Вот насколько имеет право на существование следующий тезис? Что на самом деле и в России, и в Украине, и в Беларуси, и вообще в дольше в СССР, в СССР, в Среднюю Азию не берем. Вот эта вот Европа, европейская часть СССР бывшего, имеет такую тенденцию к вымиранию за счет того, что просто понизилась рождаемость. То есть сейчас мы идем в такой пике, но затем, когда, грубо говоря, вымрут все те, кто родился тогда, когда рождаемость была высокая, мы будем наблюдать стагнацию. Количество населения и его прирост не связаны со средней продолжительностью жизнью. Средняя продолжительность жизни не связана с рождаемостью. Если мы говорим относительно постсоветского пространства, то статистику еще определенно ухудшает мужская смертность. Есть большая разница в мужской смертности в странах Европы и в странах постсоветского пространства. В той же Великобритании средняя продолжительность жизни для мужчин сейчас 76 лет, в России средняя продолжительность жизни для мужчин сейчас 59 лет. Это ассоциирует с, я, возможно, никого не удивлю, с высокой степенью употребления алкоголем мужчинами. И до 50% всех смертей мужчин в России напрямую связаны с причинами, связанными с алкоголем. То есть рождаемость при этом все равно никак не участвует в... Насчет рождаемости. Статистика, у нас, к сожалению, нет карты с рождаемостью. Я не думал, что она приедется тут. Статистика говорит, что рождаемость на постсоветском пространстве выше, чем в странах Европы. И рождаемость в странах Европы сейчас практически самая низкая на планете. У них максимально популярно не заводить детей вовсе или заводить одного ребенка. То есть есть шанс, что когда-нибудь вечер 20, мы все же войдем в положительный прирост? Я бы не сказал, что есть в положительном приросте или в отрицательном какие-то плюсы и минусы. Если это будет связано не со смертностью, а с желанием людей рожать детей. Нам не обязательно много людей. На планете 7 миллиардов. Я не призываю никого убивать, но планета маленькая, правда. Нам не нужно еще 7 миллиардов. Интересно, почему внезапно все так хорошо в Северной Африке имеется? Там почти никто не живет. А в Мексике неплохо. Это же на тысячу человек они вообще не живут. Есть вероятность. Я думаю, что Северная Африка в основном живет вот в эти два региона, по вот этому маленькому побережью. И у них там Среднеземноморье, оливочки. И есть что поесть. Вопрос. Ты сказал, что экспериментальный факт, что еда продлевает там жизнь. Насколько я понимаю, то для того, чтобы это действительно экспериментально доказать, то эксперимент должен длиться примерно как средняя продолжительность жизни. И его, в общем-то, сложность даже тяжело вообразить, потому что это очень серьезный контроль должен быть. Я не читал про эксперименты, которые длились про 60 лет, но есть череда крупных экспериментов с большой выборкой людей. Например, эксперимент на 13 тысяч людей, эксперимент на 48 тысяч людей, в которых за людьми наблюдали 25 и более лет. И с них уже можно делать какие-то выводы раз. Второе. Эта планета – это уже естественный эксперимент. Мы можем смотреть на разные места, находить какие-то экстремумы, аномалии, и смотреть, что там едят люди, чем они занимаются. На планете есть несколько регионов, то есть это средняя статистика жизни, на планете есть несколько регионов, в острове Окинаво в Японии, южная часть Италии и какая-то небольшая часть Северной Америки, где живут относительно замкнутые сообщества, средняя продолжительность жизни, которых приближается к сталь годам. И все исследования этих замкнутых сообществ указывают, что секрет несложен. Все эти люди до сих пор живут не слишком автоматизированным трудом и каждый день выполняют небольшую физическую работу. Все эти люди живут в замкнутом сообществе, дружат друг с другом и общаются с другими людьми. И все эти люди едят не слишком обработанную простую еду. И у них достаточно богатый рацион. С другой стороны, эти выводы можно продлить и дальше. Например, может быть причина в том, что эти люди не разговаривают на русском. Все, что нас убивает – это русский язык. Есть много людей на планете, которые не говорят на русском. Есть много людей на планете, которые не говорят на русском. По карте они живут хорошо. Есть те, кто живет плохо и все еще не говорят по-русскому. Я думаю, что вот такого плана экспериментов, в которых нет четкого контроля. Там выводы можно делать. И делают выводы по поводу вредности или пользы различной еды различные экспериментаторы совершенно диаметрально противоположные выводы. И это можно увидеть, например, приводит мясо к раку 15 экспериментов. Мясо борется с раком еще 16 экспериментов и так далее. То есть, еще раз повторю, что наука и доказан… Мне кажется, здесь не совсем корректно это говорить. Наука и доказан вред конкретных продуктов. Например, цель. Конкретных продуктов, не конкретных веществ, не конкретных веществ таблицами Дилева. Конкретных продуктов. И исключение этих продуктов из рациона, если научно доказанных вред, полезно. Я, конечно, очень нудный, но тем не менее, еще раз повторю, что есть куча… Британские ученые доказали, что мясо – вредный продукт. Борис, он британский. Другие британские ученые доказали, что мясо – полезный продукт. Я думаю, что нужно читать не заголовки. Я думаю, что нужно читать не заголовки, а контекст. Остановка эксперимента, выборка и прочее. И с виду… Возможно, что первые два эксперимента британских ученых про мясо и мясо говорят о том же. Оба согласны, что мясо в избыточных количествах – вредный продукт. Однако вторые ребята нашли некоторые его полезные свойства вот в этом кейсе и вот в этом кейсе. Поэтому не надо быть таким резким. Поэтому у нас есть два исследования. Одно… 5 литров воды – сразу можно умереть. Не буду проверять. Возьму тут полу. 200 грамм соли просто. Так, да. Это переборывайте. Давайте я опять свои комментарии ставлю по поводу эксперимента. Ну, во-первых, существует такое понятие, как чистота эксперимента. Мета-исследования и так далее. Да-да-да. И так далее. Ну, иногда нам просто не нужно проводить эксперимент на протяжении 60 лет, чтобы понять, умрёт человек от еды или не умрёт. Потому что изменения в организме можно уже заметить там спустя те же самые 10 или 20 лет, сколько там проводилось. То есть если есть жирную, жареную еду, то этот холестерин, как он правильно называется, не помню. В общем, его будет заметно. Естественно, можно предсказать, что человек умрёт раньше и так далее. Потом, что касается учёных в Англии, двух этих групп, на Западе вообще нужно относиться к науке довольно осторожно. Они очень сильно гонятся за публикациями своих результатов, мало их проверяют и очень сильно гонятся за финансированием. Поэтому они иногда могут приврать, иногда просто выбросить в прессу красивую картинку и так далее. Но в конечном итоге мета-исследования решают вопрос. Да, я думаю, не нужно. В конечном итоге мета-исследования решают этот вопрос. Мы просто берём и объединяем результаты всех исследований, которые попадают под наши критерии объективности. Руки. Давайте по чистовой стрелке, начиная с тебя. Какой ламор-то самый живой? Насколько я понимаю, это задние лапы в верхней части и его брюхо. Главное, это будет как у шеи. Вы готовили женщины. Но вопрос хороший, мы могли бы упустить эту важную часть. Просто вдруг. Так, там были ещё руки сзади. Ну, я помню про тебя, я о них забуду. Я не вижу никого. Да. Насчёт примера с холестерином, он не совсем корректен, поскольку последние годы поставлена под сомнение такая причина... Как поедание холестерина. ...избыток жиров и жирной пищи. То есть, есть гипотеза, которая, в принципе, достаточно разумна на данный момент, что причина холестерина в организме является как раз глюкоза, ну, сахара различного. То есть, ну, данный пример является на данном этапе исследования не корректным. Холестерина, какому получается, жирный кислород? Да, это хорошо, но причина... А холестерин, как и моментами полезен, в организме? Тут, если уж мы заговорили о холестерине, весь 20 век под большим диетологическим террором были яйца, как продукт, который содержит много холестерина. За последние 15 лет, ты прав, у нас диаметрально поменялись мнения как о холестерине, так и о яйцах. И оказалось, что ту причину, которую мы ассоциировали с высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний, высокий уровень холестерина в крови, она не вызывалась поеданием холестерина. Было открыто, что существует несколько форм холестерина, и та форма холестерина, которая есть у нас в крови, повышена у нас в крови при избыточном весе, мы ее не получаем из еды. Ее синтезирует наш организм из глюкозы, как ты все правильно сказал, при хронически повышенном уровне глюкозы и толерантности к инсулину. И я сказал слишком много умных слов, и завтра мы сможем потратить больше времени на это. А все сводится к тому, что те же исследования, которые дают противоречивую атаку на другой процент? Если 97% исследователей согласны с этим, а сейчас достигнут консенсус в отношении яиц... Я думал, только в психологии решается вопрос голосования. Это не вопрос голосования. Никто из ученых не говорит, что я прав. Ученые говорят, что у меня есть результаты. В этом большая разница. Ученые говорят, у меня есть еще результаты. Совпадают с теми, кстати. Третий говорит, у меня есть результаты, с вами немножко не соотносятся, но у меня есть гипотеза, которая объясняет, почему ваше не так. Давайте сверим. Вот это наука. Тут лес рук. Давай. Что насчет смесей типа сорбет? Смогут ли они как-то приблизиться? Сойленд? Сойленд. Я являюсь большим фанатом. Я надеюсь, что когда-нибудь у нас будет еда, которую можно будет есть. Ты знаешь, что ты не ешь остатки чего-то живого, но нам пока до этого далеко. Насчет сойленд и прочих едозаменителей, они в целом полезнее, чем современная диета. Это важный факт. С другой стороны, для нашего здоровья нам нужно не просто получать какой-то набор микроэлементов, витаминов, того и сего. Мы, это очень важный факт, мы не едим химические вещества. Мы едим еду. Мы едим, правда, еду. Нам нужно жевать еду. Это полезно для здоровья наших зубов. И когда мы жуем ту самую еду, которую жевали 100 тысяч лет назад, наши зубы здоровее, нам нужно переваривать нашу еду. Наш желудок сконструирован таким образом, чтобы переваривать вот эту сложную, недоступную еду, которая обороняется от тебя. И все эти процессы тоже участвуют в здоровье. И если Сойленд и похожие на него продукты когда-то сделают следующий шаг и станут едой, не заменителем еды, а едой, то есть это будет брикет, его нужно будет жевать, он будет медленно перевариваться. В нем будут какие-то структурные элементы типа пищевых волокон, типа клетчатки, которые тоже нам нужны. Да, я знаю, что Сойленд полноценен с точки зрения состава. Нет, там волокна. Эти волокна находятся там в мелко помолотом виде. Тебе не нужно их пережевывать твоему желудку, не нужно их растаскивать долго, чтобы пробиться в то, что под ними и так далее. Что мешает сделать сухой корм, как для кошек? Будет неплохо. Приходит в магазин девушка, там сухой корм для мужа. Мы к этому не спеша идем. Какая разница, есть мокрый для мужа один килограмм. Так и написано. Если говорить о корректности, логической корректности, все-таки, мне кажется, не совсем уместно приравнивать смерть от ДТП, спида, туберкулеза и от ишемической болезни сердца. Потому что там все-таки имеет место прерывание течения жизни. А там, ну, скажем, просто ее угасание в силу износа определенных органов. Ишемия и инсульт – это резкая смерть. В том-то и проблема. Это два вида резкой смерти. Человек ходит, у него даже насморка нет. И он умрет через минуту. Ты не знаешь этого, он не знает этого, он умер. А может пролежать несколько лет. А может пролежать несколько лет, но при этом ничего хорошего тоже уже не происходит. Можно решить, что от спида вообще никто никогда не умирает. Не так уж никто. Мы ассоциируем смерть от ВИЧ-спида в ту колонку, понимая, что умирают от падения иммунитета. Потому что спид по своей аббревиатуре является визурсом иммунодефицита. То есть мы понимаем, что это синдром, мы понимаем, что люди умирают от других болезней, но мы же понимаем причину. Первая причина, что вы получите еще еды. Есть, например, группы, например, нишнаиты, которые едят, они, итальянцы, едят правильную еду. И у них очень много, я знаю, людей, которые мне рассказывали о том, как питаются они. И говорят, что очень большая проблема рак прямой кишки. Если есть такую обработанную пищу, то опять же страдают зубы, спидают желудок, потому что они как-то деградируют. То есть они не участвуют в полной мере в этом проявлении. Есть два таких болезней. Кишнаиты не являются примером здорового питания. Они являются, возможно, примером чуть более здорового питания. Понимаете? Относительно вегетарианства, я завтра хочу поговорить по этому подробнее, потому что вегетарианство сложная большая тема. Это правда большая тема. Но относительно вегетарианства, замена мяса на сою внутри гамбургера не делает автоматически гамбургер здоровой едой. Картошка фри – исключительно вегетарианское блюдо. В ней нет никаких проблем с точки зрения вегетарианства. Она не является здоровой едой. Опять же, многочисленное количество печенек, пирожков и всего прочего зачастую не являются здоровой едой, хотя могут быть вегетарианскими. Вафли вегетарианские. И то есть вегетарианство не является напрямую здоровой едой лишь из-за отсутствия мяса. Но современные ученые, чтобы вдруг в зале, я думаю, есть вегетарианцы и веганы, согласны с тем, что даже самое строгое веганство, то есть даже не лактового вегетарианства, допускающее молоко и яйца, а самое строгое веганство может быть полноценной диетой при условии соблюдения двух факторов. Полноценной диетой, в смысле, есть достаточное количество исследований, которые подтверждают, что смертность у строгих веганов не выше, чем смертность у обычных людей, не придерживающихся никакой диеты. Ну то есть. Вот. Веганство может быть полноценной диетой при соблюдении двух факторов. Первая, эта диета должна быть тщательно спланирована, что зачастую отсутствует у людей, которые решили просто не есть животных. Я уважаю их выбор. Второе, В12. Так уж получилось, что В12 в основном содержится в печени животных много, в рыбе и просто в мясе поменьше уже, чуть-чуть в яйцах и молоке и больше нигде. Витамин В12 необходим, он участвует в кровотворении. И у строгих веганов, статистически найдено, у большого процента строгих веганов, проблемы с кровотворением и малокровие и связанные заболевания. Все современные веганские организации под... По причине огромного количества исследований рекомендуют всем веганам принимать в свою пищу витамин В12. И хорошая рекомендация. В12 для веганов делают такие же веганы, там точно нет ничего из-за животного происхождения. Все аккуратно, вы никого не обидите, все эко. Есть источники, они просто не такие биодоступные. Завяжи. Шахта Кришнаитов. Я еще руку. Включите свет, выключите свет. Я еще одну руку и кажется, вы сейчас начнете хлопать, потому что больше нет вопросов. Спасибо вам.